Здравствуйте! Сегодня 10 февраля. Завтра решается моя судьба, судьба моего народа, судьба моей страны, судьба Европы и мира. Вот из-за чего разгорелся конфликт. Вот это вот. Ее в 41-м вывозили эшелонами в Германию, а сегодня российские олигархи руками простых, обманутых россиян хотят взять. Разрушать очень тяжело. Разрушать очень легко. Убивать тоже легко. Попробуйте создать. Построить церковь, построить дорогу к ней, построить школу или больницу, детский садик построить. И твоим именем назовут и будут помнить о том, что ты создал. На Украине закончится уголь, закончится нефть и газ, которых очень мало. Останется вот это. Вот что привлекает всех на Украине. Сейчас я вам покажу, как при помощи нескольких ложек пересадить инжир. Мы будем пересаживать вот такую большую емкость. Здесь должны быть обязательно отверстия сделаны. И должна быть внутри двойная такая вот вырезанная с баклажки пленка. Чтоб потом можно было легко вот так взять и вытащить. Если не вытягивается, значит делаем просто. Мы по этой пленке, здесь уже есть пленка, берем вот так вот и аккуратненько разрезаем. Разрежем. Почему? Тут корни сплелись в один клубок. Вытащить тяжело. Разрезали и вот так вот вытащили. Видите, пустое все. Оно нам уже не понадобится. А здесь можете спокойно тогда вот так вот развернуть. И легонечко убрать. Видите, одни корни. Для маленьких растений я использую кирпич. Красный битый кирпич. В дальнейшем оно вам уже не понадобится. Потому что растение будет выдавать постоянно корни. Значит достаем аккуратненько кирпичи. Вытряхиваем их. Так, все. Сюда на дно насыпаем землю. Ту, за которую проливают кровь мои соотечественники. Два, три, четыре ложки достаточно. Чуть-чуть утрамбовываем. Ну, можно добавить еще пятую. Пять ложек. Земля приготовленная так же, как и для цитрусовых. Используется перегной одна часть. Видите, борода таких корней. Вот это вот. И туда опускаем. Так, и сверху присыпаем землей. Одна часть перегноя. Одна часть дерновой земли. Одна часть песка. И одна часть листового перегноя. Так, все. Обязательно сделаем бирку сюда. Подпишем ее. Растение пересажено. И обязательно такая должна быть бирка. Это вынимается к свету. То есть направление не мешать, чтобы растение вы знали, где оно стоит. Паспорт. Можно даже два паспорта, чтобы не потерять. И начинаем формировать. Формировать. Обрезка постоянная. Постоянно. Вот это вот надо будет обрезать. И здесь пойдут веточки расти. Растение пересажено. Обязательно полить теплой водой. Теплой водой дождевой. Снеговой. 25-27 градусов. Растение накрывать не надо. Листья почки проснулись уже. В это время можно пересаживать. Нельзя пересаживать, когда растет, цветет и плодоносит. И начинайте формировать. Это перед вами коломандин. Видите, на каждой веточке. Каждая веточка с ядом. Здесь была ягода. Дед уже ее съел. Здесь ягода. Здесь ягода. И даже верхушечка с ягодой. Формируйте такие растения. А потом можно будет дальше показывать, как выращивать хорошие растения в горшках. То есть, видели, это емкость, следующее это. Спасибо.